Привет, друзья! Я Александр Зигфрид и я приветствую вас снова на моём канале и в моей мастерской. Очередной фильм из серии обзоров моих стациональных станков. И сегодня я хочу вам рассказать о присадочно-сверлильном станке. Как официальное название его я не знаю. В общем, вот такой вот станок, который я имею. Вот этот вот станок. Станок фабричного изготовления. Приобрёл я его тоже не так уж давно, в принципе, как и с моим кромочно-шлифовальным станком в одно и то же время. И по каместь вот эта вся система здесь стоит вот в таком виде. Я немножко так настроил по отношению к стене, по отношению к рабочим частям, чтобы можно было, допустим, на этот стол положить, скажем так, дверь из ДСП и свелить в нём ряд отверстий или шлифовать на этом станке, проходя мимо этого станка. В общем, немножко я вот так сдвигал. Тема об этом станке. Заводское изготовление пневмоэлектрический станок и пневматика. Ему обязательно нужен компрессор для того, чтобы вот эта прижимная часть, прижимной цилиндр, он работает с помощью компрессора. И плюс вся система, это электромотор, вся система сверления, она тоже функционирует только с компрессором. Выполнен это простой такой жестяной стол. Рабочая часть, рабочая плита достаточно массивная. Это более толстый материал. Насверлены в нём ряд отверстий по всему, по всей площади. Это уже лист ДСП, это уже прошлый хозяин положил. В общем, по каместь мне тоже уже пригодился. Но я в дальнейшем хочу это немножко основание изменить. Хочу сделать его из реек. Для того, чтобы просто-напросто аспирацию подключить к нему сложно. Обороты большие. Это сверло, здесь стоит фреза, она раскидывает очень далеко. Аспирацию, в принципе, можно сделать. Но я хочу сделать ряд реек, чтобы просто-напросто пыль проваливалась вниз. И снизу уже я смогу какую-то вытяжку сделать аспирационную. Единственный станок из этой серии фильмов, в которых я хочу сейчас продемонстрировать в действии. Просто небольшой такой тест. Вот здесь находится педаль. С помощью этой педали я могу, в принципе, так сказать, включить эту машину. Вот здесь ещё выключатель. Это для электромотора. Вот так он работает, в общем. С помощью нажатия на эту педаль. У педали два положения. Первое положение прижимает этот цилиндр. Второе положение заставляет сверло опускаться. Вот такой, в общем, потом создаётся эффект. Вот, как вы видите, в принципе, достаточно чисто отфрезерованно. Достаточно глубокий... Очень большой ход, я хочу сказать, у этой машины. Порядка 7-8 сантиметров, в общем. И мотор закреплён сзади на станине вот такой вот. Здесь винт. Его, если отпустить, то можно станок в целом ещё настроить по отношению к столу. Сейчас он настроен на это положение. Пока, в последний раз он мне нужен был, поэтому я не переставлял. Мотор, вот эта вся система, это производитель фирмы Шер. Очень известная. Очень отличные ручные фрезеры они выпускают. Специально разработанные для плотников, для тех людей, которые делают лестницы, сооружают лестницы. Очень мощные они. И, в общем, это вот одна отличительная черта у этих станков. То, что ход вот этот вот очень велик. В том числе на ручных фрезерах он тоже порядка 7 сантиметров. В общем, это достаточно много. И вот так же и здесь. Когда я купил этот станок, этот мотор был закреплён на таком штативе. Штатив типа тех штативов, которые используются на стационарных фрезах, на автоматической подаче. В принципе, можно было этот мотор даже выворачивать, как ты хочешь. Но я это удалил, потому что для меня это бессмысленная функция была. Мне важно было то, чтобы я мог сверлить вот такие отверстия под шарниры для кухонных дверок, допустим, для мебельных дверок. Плюс ещё можно под конферматой сверлить отверстия. Ещё на эти станки цепляется такой агрегат. На нём, если мне не изменяет память, порядка 9 свёрел, по-моему, 9-10 свёрел. И можно с помощью его сверлить отверстия 5-миллиметровые под шкантики для того, чтобы вкладывать полки в шкафы. Очень много, если так сказать, очень тоже много функций. В этот агрегат закрепляются 3 сверла. Основная фреза на 35 или у меня имеется ещё на 26, плюс ещё нестандартные фрезы. И по краям от этой фрезы закрепляются ещё 2 фрезы. Вот здесь сейчас не видно. Машина немножко... Я вот сейчас, если её опущу, вот так она выглядит. В общем, закрепляются эти винты, а они потом в обратном направлении крутятся. Этот крутится вот так, а эти крутятся уже в обратном направлении. Это есть тоже шарниры, у которых тоже на 10 отверстия есть для того, чтобы закрепить их. Такая вот штука. До сих пор я сверлил всё это ручной дрелью. Очень бестолковая работа, это то надо постоянно осторожным быть, чтобы насквозь не просулить или ещё что, или не точно сверлят. В общем, поэтому мне попалась возможность, я приобрёл этот станок, чем очень доволен оказался. На этом пока. Опять я закругляюсь. В общем, до следующего фильма. Следующий фильм, как обычно, выйдет завтра. Я постараюсь опять быть предельно коротким, предельно информативным. В общем, спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok